Еженедельно, субъективно и задорно оценка активности псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в программе Рейтингомер. Давайте мериться рейтингами! По традиции начинаем с минусов. Антилидером года стал Александр Баранов, который большую часть 2022-го провел в насиженном кресле главы Пушкиногорского района. Однако, будучи фигурантом резонансного уголовного дела о превышении должностных полномочий, он выглядел хромой уткой, работал неважно и неизменно получал отрицательные оценки в нашем рейтинге. Пять раз, причем дважды удостоился самой низкой оценки минус пять, а средний балл по году у него минус 4,2. Давайте мериться рейтингами! Также пять раз с минусами попадал в обзоры рейтингомера экс-депутат Псковского собрания из Великих Лук Всеволод Козловский. В его актив 2022 год точно не занесешь. Пролет мимо гордумы на выборах, уголовное дело, задержание, обыски, неясные перспективы и сомнительная позиция в духе «Баба-Яга всегда против». Как следствие, очень низкий средний балл – минус 3,8. Давайте мериться рейтингами! Ноздря в Ноздрю с одинаковым средним баллом – минус 3,6 – к финишу года пришли сразу двое. Секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, который год назад набирал очки и укреплялся во внутрипартийной борьбе, в 2022 году наоборот терял и проигрывал. Как следствие, семь попаданий в рейтинг с отрицательными оценками. Давайте мериться рейтингами! Столь же неудачным год стал для теперь уже бывшего замглавы Плюсского района Вячеслава Прокофьева. Рухнувший балкон в жилом доме, критика со всех сторон, неудачная попытка побороться за кресло главы и действия, которые принесли экс-чиновнику серьезные репутационные потери. Трижды он получал самую низкую оценку и по итогам года вошел в число главных лузеров. Давайте мериться рейтингами! Скандалы, интриги, расследования. Это в 2022 году про Псковский госуниверситет во главе с ректором Натальей Ильиной. На фоне дела о взятках в Великолугском филиале ВУЗа и прочих неприятностей даже как-то меркнет история многострадального кампуса долгостроя, который до сих пор так и не сдали, вопреки многочисленным заявлениям. Справедливость ради отмечу, что был среди оценок Ильиной и Плюс, но, увы, негатив явно перевешивал. Как итог, госпожа Ильина с 12 попаданиями в рейтинг получает за год минус 2,8. Давайте мериться рейтингами! Такая же низкая оценка заносится в дневник и руководителя областного комитета по образованию Андрея Ермакова. Кто и за что его только не критиковал, начиная с родителей школьников и депутата Бричака, возмущавшегося неотзывчивостью чиновника, и заканчивая его непосредственным руководством. Впрочем, главный по образованию, похоже, и ус не дует. Давайте мериться рейтингами! Вот кому свезло так свезло год назад, так это Тамаре Новицкой. Совсем юная девушка вытащилась счастливый билетик, стала секретарем регионального отделения парламентской партии «Новые люди» и получила шанс на успешное продолжение карьеры. Однако она решила поиграть в излишнюю самостоятельность, пошла вопреки линии регионального руководства, понадеявшись на помощь федеральных однопартийцев. А в итоге пролет на выборах, в которые были вбуханы миллионы, и неоднократное присутствие в моем рейтинге с отрицательными оценками, в том числе с самыми низкими. Средний балл по итогу – минус 2,6. Давайте мериться рейтингами! Столько же заносим в пассив Сергея Грахова, руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ. Тут сама проблемная сфера во многом предопределяла характер оценок. К тому же сам чиновник, мягко говоря, не блистал в уходящем году. Чаще косячил. Давайте мериться рейтингами! Еще один двоечник – депутат Псковской гордумы от КПРФ Александр Баев. Предводитель псковских коммунистов неудачно выступил на выборах. Численность фракций сократилась. Вдобавок, товарищ Баев терял позиции внутри областного отделения КПРФ. Как итог – минус 2,4. Давайте мериться рейтингами! Вице-губернатор по ЖКХ и строительству Василий Осипов семь раз за год попадал на музубок. В среднем получал минус 2,3 балла. А на прошлой неделе покинул свой пост. Давайте мериться рейтингами! Схожая история была и с начальником управления городского хозяйства администрации Пскова Николаем Бариновым. Критиковали мы его, критиковали, ставили минусы, а потом раз – и отставка чиновника со средним баллом – минус 2,2. Давайте мериться рейтингами! Замыкает дюжину узеров теряющей позиции и влияние советник губернатора по СМИ Антон Сергеев. В этом году он в основном занимался всякой ерундой – очковтирательством, раскруткой личного телеграм-канала. Вдовесок пытался утвердиться в статусе эдакого знатока всего на свете – от внешнеполитических тем до футбола. Получалось смешно и нелепо. Как итог – аж 13 попаданий в рейтинг. Давайте мериться рейтингами! Прежде чем перейти к плюсам, отметим единственного игрока на псковской политической сцене, который в среднем по году сработал в ноль. Пять раз присутствовал в обозрениях депутат областного собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский и в итоге получил нейтральную оценку. Давайте мериться рейтингами! Галерею региональных политиков, которые могут занести 2022-й в свой актив, открывают руководители региональных отделений двух оппозиционных партий с показателями почти рекордными. Петр Алексеенко попал в еженедельные рейтинги 14 раз, а его коллега – координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков – и вовсе 15. Средние баллы – плюс 1,7 у коммуниста и 2,3 у либерал-демократа. Давайте мериться рейтингами! Так держать, скажем, и Дмитрию Быстрову, главе Островского района, лидеру среди муниципальных глав по части реализации национальных проектов и степени открытости в отношениях с представителями СМИ. У господина Быстрова 6 попаданий в рейтинг и общая оценка – плюс 2,8 балла. Давайте мериться рейтингами! Еще более высокий средний балл получил Александр Серовин, который в этом году стал вице-губернатором Псковской области по внутренней политике и эффективно решал задачи, стоящие перед региональной властью. Рейтингомер 8 раз включал имя политрука областного правительства в свои обозрения. Давайте мериться рейтингами! Символический приз в номинации «Самая активная персона» достается Борису Ёлкину. В еженедельном обзоре господина Рейтингомера он присутствовал 17 раз. И неудивительно, ведь в недавнем прошлом сити-менеджер в 2022-м не только занимался своей непосредственной работой хозяйственника, но и в качестве лидера команды «Единой России» шел на выборы депутатов городской думы. А затем, в условиях изменения модели управления городом, участвовал в конкурсе на замещение должности главы Пскова. И победил средний балл Бориса Ёлкина плюс 3,8. Давайте мериться рейтингами! Завершают наш обзор те, у кого средний балл по году плюс 4 и выше. Здесь и уверенно подтвердивший свои позиции по итогам выборов главы Великих Лук Николай Козловский и председатель избирательной комиссии Игорь Сопов. Глава области Веркома успешно провел большую муниципальную кампанию и справился с экспериментом по внедрению на выборах в Пскове дистанционного электронного голосования. У обоих по 4 балла ровно. Давайте мериться рейтингами! На 0,2 больше набрал депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский. Средний балл плюс 4,6 у председателя Псковского областного собрания депутатов Александра Котова, а 4,7 у митрополита Псковского и Порховского Тихона, который остается эффективным лоббистом интересов Псковской области на федеральном уровне. Давайте мериться рейтингами! Максимально высокую оценку плюс 5 по итогам года получают губернатор Псковской области Михаил Ведерников и сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Оба в 2022 году проявляли высокую активность по теме проведения СВО и гуманитарной поддержки жителей новых регионов России. Давайте мериться рейтингами! Это был господин Рейтингомер с итогами 2022 года и своим субъективным мнением. Подробнее читайте на сайте PLN. В 2023 мы обязательно продолжим мериться рейтингами. Будьте здоровы и с Новым годом! Еженедельно, субъективно и задорно оценка активности псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в программе Рейтингомер. Давайте мериться рейтингами!